Привет, друзья! Мы возвращаемся на Запад. У нас новый спикер, новый ведущий. Нашего спикера, наверное, многие знают. Это Николай Кадий. У него есть сайт PBN Link, на котором интересная статья по PBN. Это один из немногих экспертов, которого я советую почитать. И также у него есть достаточно крутые курсы. Уже был один поток, второй поток начинается в мае. Тоже рекомендую. И дальше передаю слово ему. Николай? Всем привет! Как слышно? Видно меня нормально? Я тут вещаю с солнечной Армении, поэтому не знаю, как будет по качеству связи. Вот. Так, сейчас я расшаю вкладочку. Видно презентацию? Экран нет? Значит, ну вот у меня тема, собственно, на экране. Расскажу про разные особенности дробов, PBN, с какими ситуациями часто сталкиваются заказчики, клиенты, вебмастера, SEO-шники, ну вот все, кто так или иначе как бы работают с этой нишей, с этим методом лимбилдинга. Вот. И немножко обо мне уже Владимир сказал. То есть, да, у меня, наверное, один из крупнейших каналов по PBN и дропам. Также, ну, достаточно крупный чатик, где можно позадавать вопросы, обсудить это. И вот у меня есть авторский курс по PBN, будет в мае. Вот. Часто можно услышать уже в любом чатике, если вы обращали внимание, чат по гембле, по эссейке, там просто по SEO-шке, любая тема, так или иначе, сейчас вот последние два года уходит с уклоном в дропы, в PBN, все равно об этом заходит речь, создаются отдельные там профильные чаты, и, ну, в целом во всех чатах это обсуждают. И очень часто я сталкиваюсь с мыслью, скажем так, с утверждением, что вот PBN – это там новая тема, она появилась только вот в 19-м, нет, там в 20-м году, нет, там в 21-м году, вот только-только начали так сильно уделять внимание ей, но на самом деле, если мы посмотрим Google Тренды, да, то мы увидим, что тема не нова, она известна как минимум с 2007 года, естественно, больше в Буржнете, то есть к нам она уже пришла, естественно, позже, но в целом, что в Буржнете, что у нас это просто немножко доделанные, немножко переработанные, немножко улучшенные, скажем так, сателлиты, то есть там тема сателлита, я думаю, многим известно, там, со времен, наверное, еще там САПы, это какой-то там, не знаю, там, 10-й, наверное, год, 11-й, 12-й, вот это вот время создавались эти сайты по продажу ссылок, ну, как бы большая часть людей, да, там, создавала по продажу через САПу, меньшая часть создавала по продажу, ну, не по продажу, по оставлению ссылок на свои проекты, но, тем не менее, ПБН – это как сейчас, скажем так, относительно еще новый крауд, да, то есть это обычные те же комментарии по форумам, которые известны еще, там, не знаю, тоже с 2000-х годов, были отдельные профессии, сидели люди, вот, расставляли ссылки на этих форумах, это было просто лимбилдерство, то есть этим занимались SEO-шники, лимбилдеры, сами веб-мастера ставили эти комменты. Сейчас это все переросло в крауд, крауд-маркетинг, и, ну, по сути, это то же самое, что произошло вот с сателлитами и вот с ПБН, то есть тема не новая, и вот сейчас, правда, у нее, да, есть достаточно большой ажиотаж по всем пабликам, по всем новостям, по всем каналам. Часто возникает у людей мысль, что, блин, да зачем мне этот дроп, зачем мне поднимать сайт на каком-то дропе, вот мы можем взять свежий эгг, и он тоже отлично зайдет в топ, вот есть выдача, там есть свежие сайты. В целом, по сути, да, с этим там можно как-то согласиться, свежие сайты тоже есть в топе, но в жирных и в каких-то очень конкурентных тематах, ну, как бы мы ни хотели, но сейчас лидируют все-таки дропы. Чтобы в этом убедиться, давайте посмотрим просто вот одну из последних выдач, там 4 или 5 дней назад я снимал по России, по запросу казино онлайн. То есть вот мы видим, не знаю, видно, мою мышку нет, первое место там Strategic Music, второе место Vavada Play, это единственный, да, там домен с вхождением названия казино, да, и вот видно, что он там свежий эгг и зарегистрирован под казино Vavada. Следующий сайт, какой-то городской портал, чего-то там Нижневартовская или чего-то такое, и следующий тоже там Омск, Мусс, Пейет, то есть как мы видим, да, ТИ домена, которые находятся в топе по запросу казино онлайна, ну, это достаточно, я думаю, жирный запрос, по которому хотели бы находиться многие из вас, ну, кто занимается там гемблей, видно, что вот ТИ домена, они сделаны на дропах, то есть здесь был какой-то музыкальный раньше сайт, теперь казино, здесь портал по, ну, городской портал, и здесь тоже какой-то там музыкальный, педагогический, по-моему, что-то омский, там, чего-то там, вот, почему так, почему берут именно эти тематики, то есть вот мы видим два, связанные с музыкой, музыка это так или иначе что-то связанное с развлечениями, и городской портал, то есть это, ну, музыка связана с развлечениями, ее можно развернуть в развлечения в виде казино, а городской портал достаточно общая и размытая тематика, и вот я в целом, как бы, говорю, там, советую, когда возникает вопрос, какие тематики можно вот считать там какими-то универсальными для дропов, там, для ПБН, вот это вот эти вот городские порталы, новости, то есть там настолько размыта вся эта тематика, что можно использовать под любой сайт, в том числе и под использование там дропа, да, чтобы на нем поднять там какой-то казиношный сайт. Естественно, эти сайты выходят в топ не только, да, за счет того, что их делают на дропе, то есть там еще есть и ссылочная, есть и ссылочная, которая видна, там, на одном из этих сайтов, там, по-моему, прямо видно куча ссылок просто с главных страниц, там и сапа есть, и какая-то микро-сеточка, вот, и часть ссылок, я думаю, что скрыта, и, ну, их надо искать, чтобы видеть. Но, тем не менее, как бы, основной вывод мы видим, что в топе находятся дропы, то есть свежие еги лезут, но так, очень сложно на самом деле, особенно, как бы, сейчас. Продолжая эту тему, многие вебмастера, сеошники удивляются, мол, как так, то есть, ладно, будем делать сайт на дропе, да, но почему он так много стоит, и вот часто вижу там у себя даже в чатике, у Владимира Лучаинова в чатике, что, там, дроп не может столько стоить, он стоит, вот, там, какую-то другую сумму, да, вот. Меня очень забавляет в этом плане картинка, которая сейчас вот посоединит, то есть люди, которые берут дропы под нишу гэмблинга в России, они очень смеются над этими высказываниями, то есть, там, сколько может, либо не может стоить дроп. Мы к этому вернемся чуть позже, но вот для них эти суммы, ну, достаточно приемлемые. Чтобы понимать, как вообще формируется цена на дропы, да, давайте вспомним, там, из школьной программы, вот как она формируется и что такое спрос и предложение. Сейчас какая ситуация на рынке, если мы говорим, ну, в целом можно говорить про любую тематику, я просто беру гэмблинг, потому что он более, скажем так, популярен. Можно взять любую нишу из литгена, то есть, это, там, чем занимается Андрей Мухачев, у него, там, сетки по строительным манипуляторам, кранам, там, что-то еще, чем занимается Андрей Буйлов, у него, там, это партнерка под литгены, и тоже, там, сайты под Россию, под литген разных услуг и всего. То есть, они берут дропы под другие ниши, то есть, не казино. Ну, там все то же самое по спросу, по предложению, по ценам и вот по этому всему. Ну, может быть, немножко уровень цен ниже. То есть, сейчас огромнейший спрос на… Ум. Более-менее нормальные дропы, то есть, если там был сайт, если там нормальная ссылочная, на эти сайты спрос все растет и растет. То есть, все больше людей хотят зайти на этот рынок, все больше людей готовы тратить деньги на дропы, чтобы на них, там, поднимать сайты, либо поднимать, там, пбнки и потом поставлять ссылки. Вот. А количество сайтов, оно не увеличивается, как бы, в такой прогрессии. Оно, как бы, скорее всего, уменьшается. То есть, все больше сайтов уходит, там, с аукционов, с бэкордеров, и все меньше можно найти уже дропнутыми. То есть, цена растет из-за уменьшения количества предложения и увеличения количества спроса. И поэтому я считаю, что говорить, что реальная цена дропа, там, ниже, сейчас уже, ну, будем откровенны, неправильно. Сейчас цена та, за которую его готовы, там, купить. Возможно, этот дроп раньше стоил дешевле. Возможно, его подавали на Телде и, там, дешевле. Но сейчас, по факту, мы видим, что, вот, его готовы купить за такую сумму. Вот один из последних перехваченных дропов. Перехвачен не мной, то есть, вот тут красненьким залито. Это, там, кто не знает, это не я его забрал. Цена в гривнах, то есть 27, 800 гривен, это примерно 1000 долларов. И вот по этому дропу, это был новостной сайт, он в индексе, там, достаточно интересные показатели, кто хочет, может, там, после конференции посмотреть. Кто-то его купил вот за 1000 долларов. И вот об этом сайте как раз шла речь, что его реальная цена, там, деленная на 5. Ребята, это, конечно, все, да, но его реальная цена, вот, которую вы видите на экране, ее за эту сумму купили, человек потратил деньги, все. Потом, когда он будет ей продавать, если будет, возможно, или, там, он идет на следующую регистрацию, такой домен, возможно, будет другая цена. Сейчас мы видим вот так, то есть люди покупают дропы, там, за 1000 долларов, это нормально. Вот, сейчас на нем ничего нету, я вангую, что там будет какая-то казиношка, ну, либо на какой-то тоже жирный сайт по услугам подклеят, потому что дроп достаточно, ну, интересный. Следующий нашумевший достаточно дроп в прошлом году с ЮАшного рынка, это Forbes Net UA, он ушел за 230 тысяч гривен, это примерно 8 тысяч долларов, ну, там, плюс-минус, будем считать, что 8. Вот, тут тоже очень разные были мнения у людей, несколько моих знакомых за него торговалось, ну, как бы, не забрали за такую сумму, а кто-то купил. Сейчас на сайте убрали все упоминания, что это Forbes, сделали новостной портал, вот, но, опять-таки, тут по этому домену были вопросы у людей, да, вот почему он так много стоит, особенно мне нравятся мнения, ну, я их называю экспертами по дропам, по ценообразованию на сайты, которые готовы были купить этот дроп не дороже 300 долларов. То есть вот, условно, какой-то человек потратил 8 тысяч, а другой эксперт готов был купить за 300. Ну, что ж, как говорят с экспертом, не поспоришь, я даже не буду пытаться. Интересно, что же осталось, что случилось дальше с этим дропом, то есть 8 тысяч достаточно, ну, большая сумма на самом деле, за такие деньги покупают, там, готовые проекты, там, с каким-то доходом, в принципе. Вот. Я думаю, вот так вот выглядел человек, который купил этот домен, думал, что сейчас мы быстренько отобьем, и где-то, кстати, в комментариях было обсуждение, ну, не тех, кто купил, просто SEOшников, вебмастеров, как можно максимально быстро отбить деньги с этого домена. Вот. Что мы видим сейчас на сайте, он завешан рекламой, я его показал красными стрелочками. Вот. На нем можно купить статью за 990 гривен, это примерно 35 долларов. То есть кто хочет попасть в Forbes за 35 долларов, ну, вот, как бы, это ваш шанс, скажем так. Сейчас еще этот же сайт продает статьи на Миролинксе по 50 долларов, то есть основной доходит, я так понимаю, то есть я сильно не узнавал, но так, прикинул. На размещение статьи все-таки у сайта огромная просто там ссылочная, он, ну, достаточно жирный, трастовый, и за такую цену можно там получить ссылочку с него. И вот это контекстная реклама. Причем контекст он размещает через какую-то партнерку, то есть я понимаю, что при самостоятельном размещении блоков у него там не все получилось, и вот он захотел отжать от сайта максимум. Как он, скорее всего, думал, то есть что он рассчитывал, да, там, получить от этого дропа, мы видим... Все больше компаний переводят свой бизнес в онлайн-пространство, поэтому выделяться из числа конкурентов становится все сложнее. А в SEO-мире конкуренция безгранична. Покупая новый домен, чтобы нарастить трафик, могут понадобиться долгие годы и тысячи долларов. Однако даже все эти приложенные усилия могут не дать результата. Домены с возрастом имеют уже готовую силу авторитетность, которая поможет попасть в топ намного быстрее. Они ускоряют путь к успеху, который позволит опередить конкурентов. Но как найти нужный домен? Рынок домена висчисляется миллионами, их слишком много, чтобы посмотреть каждый, и к тому же вам нужно учитывать возможные риски, такие как торговая марка, невыплаченные штрафы, спам или неудачный пиар. Odis Global – это платформа, которая специально отбирает премиум домены с SEO-авторитетностью. Odis Global имеет доменный центр со всесторонним анализом ресурсов и устойчивыми этическими ценностями. Миссия Odis Global состоит в том, чтобы помочь вам доминировать в онлайн-пространстве. Запросите доступ, чтобы найти свой зрелый домен уже сегодня. Odis Global. Примерную статистику трафика по Ahrefs, то есть до того, как домен стал дропом, у него было вот там, ну, не будем основываться на эти цифры, но как бы мы видим там 20 раз меньше, чем сейчас. Вот. Если смотреть через Serpstat, там будут другие цифры, 7 раз покажут тоже другие цифры. То есть реальную картину узнать нельзя, ну, будем на какие-то примерные цифры ориентироваться. Сейчас у него, по-моему, там 9 тысяч показов, по-моему, в день. Вот. Ну, было, я думаю, минимум там 10 раз больше. Может быть, еще больше. То есть тут очень сложно сказать. То есть при таких показателях, если бы они сохранились, человек бы смог бы отбить этот домен, я не знаю, ну, за пару месяцев, наверное, на рекламе. Плюс еще продажа статей. Он бы, ну, как бы вернул бы эти деньги достаточно быстро. Да и все. Но не сложилось. Трафик не вернулся. Сейчас его там наполнением как-то минимально занимаются. Но это уже не Forbes. На него новые ссылки там особенно не ставят. И, ну, как бы ситуация вот такая. То есть не каждый дроп как-то быстро себя окупает, быстро дает какую-то прибыль и, ну, там, возвращает свои инвестиции. Хотя в любом случае это неплохая инвестиция. То есть даже в этом состоянии этот домен продолжает стоить каких-то денег. Может быть не 8 тысяч, там, в два раза меньше. Но я думаю, человек в любом случае остался в плюсе. Следующий дроп, тоже достаточно нашумевший в прошлом году. Ну, да, получается, в прошлом. Это домен прокуратуры Якутии. О нем многие писали, многие слышали, многие, наверное, там, интересовались. Его, по слухам, купили за 100 тысяч рублей. То есть, там, сколько, примерно, полторы тысячи долларов. Не сравнить с нашим этим форпсом за 8 тысяч. Но его отжимали максимально, насколько могли. Сейчас, как мы можем посмотреть, он находится в топе по казиношке. Вот один винт, да, у него там есть какие-то позиции, есть какой-то трафик. Вот. При этом в индексе мы также видим одну страницу. Я не знаю, или его выкинул Google, или закрывали сайтом от индексации. Вот. Но самое интересное дальше, что вот в кэше Google мы тоже видим сделанный, ну, я бы его назвал Довей, но пускай будет сайт под партнерку 1вин. Вот. Причем мы видим, что вот здесь вот ссылка сделана как-то криво, но или не отработало, ну, не знаю. И дальше идет просто там список каких-то ключей тоже, ну, не сильно красиво сделали, а хотя могли бы. Вот. А сейчас на сайте, если прийти просто по УРЛу, будет Генеральная прокуратура Российской Федерации. Я вначале думал, что они скачали сайт, но потом посмотрел, что они его проксируют. То есть если человек заходит напрямую на сайт, то там прокуратура, если он заходит из Google, то там партнерка 1вин. До этого они делали, ну, те, кто выкупили этот дробь, да, они делали на нем другую какую-то партнерку, я уже не вспомню честно. Она очень долго тоже была в топе по запросу какого-то другого казино. Отжимали тоже очень, ну, максимально этот домен. Потом несколько месяцев на этом домене была партнерка под казино в Турции. Он тоже был в топе, тоже получал свой трафик. Сейчас мы видим, вот он вернулся опять на 1вин, да. При этом одна страница все в индексе, но сайт, тем не менее, находится в топе. То есть я думаю, они уже стоимость сайта давным-давно отбили. Вот. И по, скажем там, закрытым каналам, закрытым слухам, у меня есть информация, что этот домен купили дешевле, чем 100 тысяч рублей. То есть на Backdoor.ru там действительно была ставка 99, но его задали дешевле. То, как, куда, за сколько, к сожалению, не могу рассказать, но я понимаю, что ребята уже отбили несколько раз, и там, ну, как бы, только-только прибыль. Я даже не представляю, с каким коэффициентом. Я думаю, что амазонщики, да, там, с продажей своего сайта, там, сколько, x, там, 26-30 могут, ну, там, немножко завидовать вот этим людям, которые берут такие домены и продают их под, ну, и делают на них сайтики под казино. Но стоит сказать, что не все сайты так стреляют. То есть у меня есть мой личный кейс, где примерно такого уровня домен куплен дороже 100 тысяч рублей. Я не буду называть сумму, не буду тематику, потому что его достаточно легко будет найти потом. Вот, он не выстрелил. То есть я знаю, почему, как бы, какие были причины. Это был риск. Вот мы рискнули, он не выстрелил. То есть там его еще можно будет что-то с ним сделать, но вот на данный момент так. А вот у этих ребят, которые взяли вот эту вот ягучу, и все, ну, достаточно хорошо. Вот, после того, как все видят, да, вот что можно на дропе поднять быстренько сайтик под казино, все хотят себе такой же дроп. И в какой-то момент я начинаю, ну, многие из них обращаются ко мне, и в какой-то момент я начинаю немножко понимать и даже сочувствовать риэлторам. Ну, там, самую малость на самом деле, потому что большинство риэлторов – это зло, но тем не менее. То есть почему-то у многих людей складывается мнение, что есть полным-полно дропов там, где было раньше казино с огромными показателями. Их очень легко найти, нужно потратить на это там буквально пять минут. Вот, и я их просто не хочу помогать людям находить, либо продавать, вот, либо хочу на этом там заработать очень много, а у них столько нет. То есть разные смешные, забавные ситуации, разное понимание разных людей, разных клиентов, вот. Но проблема в том, что их просто нет, то есть их не существует. Ну, нельзя предложить, нельзя найти то, чего не существует. Это вот, как пример на слайде, да, вот какой-то вариант фантастической квартиры, которой просто нет. То есть либо это будет не Москва или Киева, какой-то пригород, либо это будет намного меньше квадратов, либо там, ну, что-то еще. То есть какие-то вариации возможны, но вот по таким запросам нет. То есть понятно, что есть там домены, они попадают на аукционы, на бэккорды, но они действительно сейчас стоят выше. То есть возвращаясь к слайду там по спросу и предложению, да, ну, нельзя купить дробь за, там, 2000 рублей, когда он стоит уже. Я SEO-специалист, и мне нужны ссылки, чтобы продвинуть сайт. Я Шара Домейнс, заходи ко мне и покупай ссылки с мощных доменов в складчину. Многие SEO-специалисты уже получили хорошие результаты от моих ссылок. Сколько стоят твои ссылки? Всего за 150 долларов ты получишь ссылку с домена, который был куплен на аукционе за 2000 долларов. Я беру на себя всю рутину. Выкуп доменов в нерабочее время, поднятие сайтов, замену ссылок участников. А какие доменные зоны у тебя есть? У меня есть международные и европейские домены. Как попробовать? Регистрируйся на шары.домейнс, а я дам тебе свой самый лучший промокод. По этому, по домену, я не помню, о чем я уже дома снялся, но, короче, вот по таким запросам реально найти невозможно, потому что их нет. Их нет и как бы нельзя купить домен за... А, вот, вспомнил, да, нельзя купить домен за 2000 рублей, если на него уже стоит ставка чужая там на 5000. То есть, ну, это нереально, как бы невозможно это сделать. И, кстати, после некоторых интересных запросов на дропы я начал у людей уточнять валюту запроса, потому что на 2000 долларов найти жирный дроп можно, ну, там, практически под любое гео, там, тематику, все. Если это клиенты из Беларуси, у меня и такие, кстати, есть, которые и консультации заказывают, и дропы покупают, вот, то это тоже, как бы, достаточно, ну, интересная сумма. 2000 гривен, ну, там какой-то очень лайтовый дропчик, но что-то можно найти. Но в большинстве случаев это оказывается 2000 рублей, и, к сожалению, ну, ничего такого прямо интересного там нет. Ну, я не беру какие-то очень узкие услуги, узкие ниши по услугам, либо там по, ну, в целом, там какие-то узкие ниши, то есть там что-то еще есть, да. Но вот на самом деле сейчас из-за спроса это, ну, достаточно небольшая сумма, за которую уже сложно что-то подобрать, либо подыскать. Если человек решает все-таки делать PBN, там, поднимать сайты на дропах, у него возникает очень много вопросов, и самый главный, ну, не вопрос, я бы назвал это особенность, это паранойя. Это жесткая паранойя, я не знаю, я хотел бы увидеть того человека, который впервые на какой-то конфе сказал, что давайте не хранить свои, там, PBN в Google таблицах, потому что Google спалит и забанит это. Вот, но уже все давно знают, что можно написать, что в названии файла, что это не PBN, и Google это нормально хавает, то есть он не будет это индексировать, как вашу PBN-ку, и, ну, никаких санкций за это не будет. И я все чаще наблюдаю, как люди занимаются, ну, теми вещами, которые я считаю, по крайней мере, ну, не нужно заниматься, то есть это максимальная паранойя, это вот не заходить там на свои сайты с одного компьютера даже, то есть на каждый сайт включать режим инкоглика, на каждый сайт просто. Ну, и очень-очень много всяких параной, можете написать, кстати, в комментарии, мне интересно, я собираю всякие вот интересные, не знаю, мнения людей, как нельзя поступать со своими PBN-ами. Я пока на самом деле не видел ни одного кейса у людей, опять-таки, если есть, с удовольствием обсужу с вами, скиньте мне в личку, выйдите на контакт кто-нибудь, покажите кейс, что используя там какой-то, не используя, точнее, какой-то метод защиты своих группов, да, там, сайтов своих PBN-ки, вас Google как-то что-то с вами сделал, то есть, да, вот вы зашли на два сайта и все, два сайта Google забанил, вот. Я такого не видел, я только слышу о всех, что я где-то слышал, кто-то мне рассказывал, знакомый что-то там рассказывал, то есть, ну, никаких реальных подтверждений нет. Поэтому я все-таки придерживаюсь той, ну, как бы, стратегии, что нужно делать. Нужно делать сейчас, сейчас по факту, вот, жирные команды, с которыми я там, ну, периодически общаюсь, которые занимаются сложными тематиками, ну, даже если там какими-то, там, среднесложные тематики, вот. Вот у них у всех количество PBN в своей сетке стартует хотя бы от 200, то есть, сделать что-то значимое сейчас, там, с 5, 10, ну, там, 15 штук в целом для сайта, ну, давайте будем честными, это нереально, то есть, либо это будут какие-то очень жирные домены, То есть, наверное, это будет, ну, какое-то исключение, вот, сервис, там, Сохача, Shared Domains, это прямо топчик, это вот я тоже, как бы, там, советую, рекомендую, там есть жирные дропы, которые в количестве, там, 10-15 штук могут что-то вам сделать. Но, если вы делаете, там, PBN на уже освобожденных доминах, либо с аукционов по какому-то низкому ценнику, то это однозначно количество, особенно, если это ниши типа казино, эсейки, медицина, беттинг, ну, это туда же в казино, дорогие услуги, финансы, адвокаты, вот это все, 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 это все идет количество. То есть, уже, ну, там, не работают небольшие эти, ну, в любом случае, они работают на небольшие группы запросов, да, то есть, сайт продвигается по большой семантике, берем у него одну группу запросов, делаем под нее десяточку PBN, и эта группа реально уходит в топчик, то есть, там, немножко чем-то дожать, и все будет топ. А, там, в целом, двигать сайт с помощью, там, десяти PBN-ок, ну, это, я считаю, фантастика уже. Вот, ко мне недавно обращался человек на, ну, так скажем, мини-консультацию, вот, долго спрашивала, какую CMS-ку использовать, а сколько там ссылок с сайта можно, а где хранить это, а как контролировать сетку. То есть, все вопросы, которые, ну, нужны, важны, но, как бы, я считаю, ну, ну, короче, я у него спрашиваю, говорю, слушай, а сколько у тебя, ну, вот, PBN, да, то есть, я считаю, до какого-то момента нет смысла делать какую-то сложную, там, автоматизацию, сложный контроль. Ну, реально, там, сетка десять штук. Делать, там, автоматическую постановку ссылок, тратить на это время, мне кажется, ну, намного быстрее вручную зайти, там, если это архива X, поставить десять ссылок за, не знаю, сколько час занимает, да, чем там, городить какие-то системы. Это только для случая, если у вас там небольшие какие-то сеточки, ну, вот, реально. А, говорю, а сколько же у тебя эта сетка? Он говорит, ну, у меня одна PBN. Я говорю, да я понял, что одна PBN, а сколько сайтов PBN? Он говорит, в смысле, сколько сайтов? Один сайт в одной PBN. То есть, вот у человека один сайт, он что-то занимается, его вылизывает, тратить на него время, наверное, больше, чем на весь сайт и ставить с него ссылку. Не делайте так. Ну, это мое мнение, что, ну, занимайтесь более масштабными процессами, подходите более комплексно, командно, и вот тогда это может дать, ну, достаточно хороший результат. Кроме PBN, если вдруг ко мне еще можно обратиться вот по таким вот услугам, все это делаю, все консультирую, объясняю, показываю. Многие студии обращаются за консультациями, ну, пока вроде хорошие у всех были отзывы. И, как сказал Владимир вначале, у меня будет 17 мая будет начинаться курс по PBN. Если вы хотите вот действительно узнать все вместе, максимально комплексно для всех гео, для всех там сайтов и, ну, для разных целей, ну, вот самое оптимальное – это все-таки курс, потому что там это все вместе. Вот. Все мои каналы и контакты для связи есть на экране. Добавляйтесь в друзья, буду всем рад, единомышленникам, сеошникам просто пообщаться. Добавляйтесь в канал, в чатик, всем буду рад. Все, всем спасибо. Так, я, наверное, отключаю, да? Экранчик. Да-да-да. О, нормально. А теперь мы тут накидали достаточно много вопросов, я тебя помучаю по вопросам. От меня там небольшой коммент, ты приведил пример в гемблинг, это я считаю, что слегка нечестно, потому что PBN с гемблингом, они очень дружат, потому что просто в гемблинге сложно получить нормальные ссылки, ничего не остается, приходится делать. Если это, например, какой-то белый сайт, там можно и можно обойтись нормальными ссылками, то есть розетка без PBN может жить. Кстати, и тут у нас первый вопрос, тут, как говорится, кто как хочет, тот так и это, ты называй PBN-ки. Вот. Люди спрашивают, что такое PBN? Это сетки сайтов без сквозной линковки? И мне кажется, что это очень зачетный вопрос, то есть вот типа 5 сайтов – это PBN, а там или 10 тысяч сайтов, 10 тысяч дорвеев – это PBN. Как ты считаешь? То есть как бы ты определил, что такое PBN вообще? Как отличить от не PBN? Ну, если брать именно то понятие, которое используется, ну вот типа сейчас, то это сайт, созданный для дальнейшего поставления на нем ссылки на какой-то другой сайт. Ну, то есть вот с целью получения с него передачи ссылочного веса. Вот. Если у вас получается делать жирные сайты с помощью генерации дорвеев, и они будут передавать какой-то вес, ну типа окей, почему нет? Хорошо. Дальше вопрос, начинаются вопросы по дропам. По каким параметрам ты отбираешь дропы? То есть ты там немножко указывал, но можешь, надо сказать, какие-то там топ-3, топ-5 параметров, которые ты считаешь там самые важные? Ой, часто задают этот вопрос, и сейчас, ну на самом деле, сложно сказать, какие-то четкие параметры, потому что я в большинстве смотрю на конкретное ссылочное у сайта. То есть, ну, самый минимум, наверное, я работаю с Ahrefs, мне, в принципе, хватает их базы, да, и вот какие-то минимальные параметры, я смотрю, DR там хотя бы от двух, и количество доноров больше 20. Мне постоянно скидывают в личку примеры, что вот есть очень классные дропы, сайты даже, у которых DR ниже. Да, они действительно есть, они дают трафик, иногда они могут работать как ПБН для передачи там ссылочного, но по моему опыту обычно, если DR такой низкий, то там большинство ссылок либо будут nofollow, либо сайтом какие-то могут вещи, которые, ну, не нравятся, скажем там, Ahrefs, и он не досчитывает ему этот DR. То есть, это исключения есть какие-то, да, там с низкими показателями, но их на самом деле очень-очень мало. А по количеству доноров почему стараюсь хотя бы от 20, потому что из 20 обычно по опыту штучек 10 будут более-менее как бы трастовые, штучек 10 – это всякие там профили, какие-то анализаторы, что-то еще. Если из этих 10 в течение года отпадет там 2-3-4 ссылки, то оставшиеся 7 там это уже, ну, на самом деле, очень-очень мало. То есть желательно, чтобы закладывать некий процент, там какой-то там 10% ссылок на отваливание в течение там хотя бы года использования ПБН. Спасибо. Дальше идет несколько вопросов, я сразу 3 прочитаю, но они на самом деле примерно об одном и том же. Про страченные дропы. То есть, есть ли смысл от дропа, у которого были хорошие ссылки, но он отлежался с 404 больше месяца? Неплохо. Стоит ли брать домен с хорошими пузомерками, DR, Majestic и так далее, обратные ссылки ок, но который дропался несколько раз в их ревсе и по трафику, и так ни у кого не стрельнул? И третий, если взять дроп, который 3 года не использовался, не был зареган, но до этого 1 год был спам и порно, а до этого еще хороший сайт, он будет в бане или под фильтрами? Ну, то есть, общую идею я понял, то есть, если с дропом случается что-то по пути, он не перекупаем его напрямую, а этот, какие твои мысли по этому поводу? Так, вопрос я понял, смотри, сразу начну, наверное, с третьего больше. Если на дропе в последнем раз было что-то плохое, да, ну, там, скажем, какой-то Адалт Китай или что-то это, то в большинстве я его не беру. Вот. Если, наоборот, там, в 2007 году был какой-то Китай, а потом, там, с 2012-го был нормальный полноценный сайт, в котором были позиции, были ссылки, блин, ну, это было там 8 лет назад, уже никаких, я думаю, данных, сигналов и угла нету, то есть, такой домен можно использовать. А в целом, под тем доменом, который как-то использовались, либо не использовались, какой есть лайфхак? Так, вспомните его позиции, мувменты по Ахресту. То есть, если дроп ранжировался по каким-то запросам в то время, когда он был онлайн, то, значит, он Гуглу нравился, его ссылки нравились, Гугл его где-то как-то ранжировал, и, ну, как бы, поэтому, я считаю, такой домен будет ок. А в ситуации, когда на дропе очень часто менялась тематика, и видно, что он не отработал, видно, что при смене тематики Гугл не будет давать позиции этому дропу. То есть, у него как остались позиции, там, 2017-го года, так они будут и, ну, потом 2021-го, то есть, новым сайтом он просто не будет давать позиции. Вот с такими дропами я не работаю. Есть, спасибо. Дальше вопросы потом, а где же дропы брать? Тут тоже несколько вопросов, но они примерно об одном и том же. Где перехватываете дропы? На какой площадке? Гоудэдди цены нереальные? У А-дропы есть что-то, кроме УкрНеймс? Особенно интересен еще вдобавок процесс перехвата, во сколько на аукцион нужно выходить, чтобы перехватить, и чем это автоматизировано, какое решение с Энкой или что-то другое? То есть, где брать и как брать? Понял. По автоматизации у меня никакого решения нет, то есть, обычно, те дропы, которые я решаю выкупить до какой-то цены, я их выкупаю до этой цены, то есть, дальше там расти уже особо смысла нет. Это если по буржу. Под Украину сразу вернусь, кроме УкрНеймс, еще есть Voodoo Domains. Мне он нравится больше, он просто лапочка. Там не надо делать депозит с 5-процентной комиссии, как на УкрНеймс, оплата в течение 3-х дней, ну, там просто вау. И там ставки можно делать после последней ставки, плюс час, то есть, есть время приговаривать с клиентом, или там самому как-то решить и поднять ставки. То есть, под Украину это УкрНеймс Voodoo, под Россию это Expirate, RU, Backorder, RU, ну, и аукционы, естественно, регистраторов, NIC.RU, REGRU, ой, что там еще, ну, вот эти два, наверное, основные. Ну, там какие-то еще мелкие есть, но основные вот эти. Под бурж я смотрю все на Expirate Domains, а потом уже оттуда ухожу на какой-то приватный, ну, не приватный, на отдельный аукцион, то есть, нахожу тот домен, который мне нужен. Обычно Expirate Domains парсит 99,9% всех доменов с аукционов, это, ну, никакие не секретные домены, он это все видит реально, собирает одну таблицу, я выбираю там, и потом там есть ссылочки, куда можно перейти, где именно, то есть, это либо Dunodot, либо там Limchip, либо GoDaddy, либо же там, ну, другие какие-то аукционы. Вот, основной источник под бурж это Expirate Domains, и обычные аукционные. Под Украину сказал, под Россию сказал, ну, и все остальное это выдача. Выдача и веб-архив, то есть, что-то еще можно попытаться там найти, хотя, действительно, оно уже выпавшено просто сотнями веб-мастеров, и там уже, ну, какие-то крохи есть, но что-то есть. Есть, спасибо. Дальше у нас еще интересный вопрос по поводу бюджета. С одной стороны, что за премиум домены, у которых ценник от 1К? Может, ты расскажешь, там, самый большой, который ты, либо твои клиенты, самый дорогой, который покупал. С другой стороны, наша аудитория чуть разделилась. Где сейчас массово регистрировать ком-домены дешево по 1 доллару? То есть, бюджет у нас разный. Интересно, то есть, как ты считаешь, то есть, от скольки до скольки нужно смотреть, то есть, если без фанатизма, какой должен быть бюджет на дропы? Очень сложно что-то сказать, тоже, как бы, сейчас этот вопрос. Нужно понимать, что вы сможете с этого дропа получить. То есть, если вы знаете, как купить дроп за 8 тысяч долларов и превратить эти 8, там, ну, как минимум в 16, там, ну, и плюс у вас останется еще сам домен, ну, можно покупать. Если вы не знаете, ну, лучше туда, как бы, не лезть, не заниматься. Если вы понимаете, как работает, там, казино, гэмблинг с дропами, ну, как бы, можно туда лезть, можно тратить какие-то суммы, которые могут отбиться в ближайшее время. Если нет, значит, нет. По ссылочному можно примерно хотя бы оценить. То есть, на него ссылается, там, условно, каких-то, там, 200 доменов, 200 статей, прикинуть, сколько эти бы статьи стоили, там, ну, если это подружку, там, на той же Миролинкс, ну, хотя бы примерно условно. И, там, от какой-то вот такой суммы отталкиваться. То есть, покупая друг, вы покупаете его ссылочное, и время, на которое вы экономите, не проставляя ссылки самостоятельно. То есть, там, другой человек уже проставил эти ссылки до вас, то есть, вы можете вот его вот так использовать. По бюджетам, по домену, по доллару я не покупаю, потому что, обычно, если в таком домене, с ним будет какой-то гемор. И, в целом, цены, смотрю, всем советую, не помню, как точно сайт называется, tdllist.com или как-то так. И там, ну вот, и там самые актуальные цены со скидками. Бывают цены на ком 3,4 доллара, очень часто. На все другие зоны бывают дешевые домены, низкие цены. То есть, я смотрю там, я регистрирую, что мне предлагают. Никаких каких-то таких предпочтений нет. И, ну, не знаю, ну вот, я смотрю там. Спасибо. А дальше купили дропы. Что с ними делать дальше? Есть ли смысл клеить дропы тематически на Новорек? Клеить лучше сразу точечно или нет? И на этих сайтах надо ли потом растить пузомерки или нет смысла этим заниматься? Ну, отвечу так, как я понял. Если что-то поправишь, я считаю, что самое правильное после выкупа дропа – это что-то его восстановление. В любом варианте, то есть даже если это одна там главная страничка, восстановить ее, подождать, проиндексировать там Google, возможно, будут очень приемные позиции. И вот когда Google поймел, что этот сайт стал, разобновился опять, тогда его можно было клеить либо там целиком на страницу, либо, в смысле, если… либо постранично, либо там целиком на каталог, на раздел, либо просто там сайт на сайте, как видите, на главную страницу, да и все. Это в идеале. Я иногда клеил без дожидания восстановления, когда я видел, что сайт вот до последнего момента был в индексе. Это тоже работало. И как бы, ну, я все-таки советую поддерживаться, как бы, классики, работать вот через восстановление. Спасибо. Да, а третье, что там… А надо ли растить поза мерки или так сойдет? Да, желательно раз-два в год заказывать какой-то лайтовый прогон на Кворке, чисто показать Google, что сайт, ну, не то, что живой, да, ну, что хоть кто-то им интересуется, и что на сайт хоть там какая-то ссылочка где-то появилась. Вот. Найти какой… ну, или если кто работает там в ГСА, хромер, там все остальное, любой такой софт, найти более-менее нормальное что-то белое, типа 2.0 или профили, то есть не с память про форумом, это не нужно делать. А лайтовое, белое, ссылочное, даже с минимальными показателями для разбавки можно делать. Спасибо. Можно ли ставить ревки на PBN-ки и нужно ли использовать TDS? А ревки… В смысле? Наверное, имеется в виду на ревки. Хороший вопрос. Я чего-то как-то не осознал, когда его писал. Ну ладно, давай к TDS. А, я понял, понял, в чем смысл, извини. Смой, смой, график. Можно ли на сателлитах напрямую ставить ревки, либо нужно как-то скрывать, клоочить и все такое от Google, чтобы он не знал, что это аффилиатный сайт? Ну, опять-таки, я не видел пока там каких-то кейсов, чтобы за ревки банили всю сетку чисто из-за того, что это ревка. Ну, многие льют через TDS, я знаю, но это как бы не совсем уже PBN, то есть это сайты, построенные на получение больше мере трафика, вот, и это больше как, ну, типа, довеи, по сути. То есть довеи, сделанные на дропах, они не перестают быть довеями, они не становятся PBN-ками. Вот, это такие же довеи на дропах. Вот, кто как сливает с довеи, ну, большинство льет через TDS, большинство там плачет, то есть кто как умеет, как больше безопасности, ну, наверное, в таком подходе с работой там с трафиком, с партнерками безопаснее будет сливать через TDS, конечно. Спасибо. Скажи, а когда… А, ты рассказывал про этот, про инкогнито режим. Самая параноидельная штука, которую я видел, это в компании запрещали своим SEO-шникам заходить на свои PBN-ки. Для того, чтобы зайти на PBN-ку, там нажимаешь какую-то специальную кнопочку или бота поднимается в клауде VDS-ка, в которой открыт браузер, ты на нее заходишь по RDP, вот, и в этом браузере заходишь, то есть чистенького IP-шника, с чистенького браузера, и наверняка, типа, никто, ни с чем не этот. Но, правда, SEO-шники говорили, что это какая-то жесть, и, типа, неудобно. Скажи, а когда-то Google полил твои сетки? Нет. Вот же хорошо тебе, повезу. Всем бы так жить. И финальный вопрос, такой философский. Как же в итоге стать умным SEO-шником? Что ты думаешь по этому поводу? Нормально делать, нормально будет. Господи, это уже слоган, уже всем известен, по-моему. И, ну, читай профильные чатики, не впадать в паранойю, и главное делать. Главное делать. То есть, ну, вот, есть куча инфы. У меня, у, там, SEO-б, Георгий Рысак, там, Бабышева пишет, про ПППН, в чате ПППН-ка много инфы. То есть, там очень всего достаточно, просто нужно прочитать, для себя немножко структуровать информацию, и начинать делать. Не ждать ничего, а потом делать. Ты пропустил момент для рекламы, что нужно еще на курсы ходить? В любом случае, спасибо большое. Это был Николай Кадей. Сейчас мы прервемся на рекламу, вернемся через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова